Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Все время хочу начать записывать видео в каком-то хронологическом порядке, чтобы люди, которые болеют коксоартрозом или гоноартрозом, чувствовали какую-то логическую цепочку от начала и до конца. Но постоянные нагнетающие вопросы, которые разбивают эту логику, выстраивают другую параллель, и я говорю на те темы, которые у меня в группе живые такие, и то, что я вижу на ютубе, ко мне приходят вопросы. Вот один из таких важных вопросов и беспокоящих людей больными коксоартрозой или гоноартрозой, это установка диагноза, насколько она верна, насколько она правдива, может ли врач ошибиться, и можно ли потом перепроверить это, и может ли этот диагноз не соответствовать действительности. Конечно же может. Ошибки могут быть у всех, и у врачей, и у кузнецов, и у таксистов, и у сапожников, у кого хочешь. Ошибки вполне возможны. Что касательно деформации хрящевой ткани. Дело в том, что если вы даже считаете себя, вот надо начать с этого, если вы себя считаете абсолютно здоровым человеком, лучше не ходите на рентген и не проверяйте свои суставы. Вот это основная мысль. То есть если вы считаете себя здоровым человеком, у вас ничего не болит, вы пойдете на рентген, сделаете себе рентген тазобедренного сустава, и окажется, что у вас первая степень коксоартроза. Понимаете в чем дело? Что идеально здоровых людей не существует в природе, их нет. И если вы прожили какую-то часть жизни уже, и если вам уже перевалило за 40 лет, за 50 лет тем более, и вас вроде бы ничего не беспокоит, хотя такое редко случается, то вам могут поставить диагноз, потому что деградация, деформация хрящевой ткани, она будет видна. Сужение хрящевой, опять нехорошее, нехорошее это выражение, щели, потому что там щели никакой нету, да, я уже сто раз говорил. Но тем не менее, это будет. А вы вроде бы и не болеете ничем, у вас нету никаких симптомов. Вот еще существует такое понятие у врачей, как анамнез. Это, по-моему, с греческого или с латинского, как воспоминание. Анамнез, амнезия, да, это... Анамнез, это когда врач начинает расспрашивать пациента, больного, клиента, что его беспокоит. И на основе ваших рассказов у него формируется диагноз. То есть у него есть рентгеновский снимок, МРТ и плюс еще ваш рассказ. И теперь представьте, что, допустим, пришел я, спортсмен, показываю свой сустав. На рентгене видно, что там идет какая-то деградация, что, ну, нездоровый сустав. Но при этом я рассказываю, что меня ничего не беспокоит, у меня нету ограничений, я тренируюсь, у меня нету никаких болевых ощущений. Но слегка, может быть, где-то после перегрузок каких-то я чувствую дискомфорт. Ну, врач, послушав все это, скажет, у вас первая, вторая степень. То есть совокупность рентгеновского снимка и моего рассказа даст ему определение первая-вторая степень. Он напишет. Другой человек, женщина, пожилая домохозяйка придет, у нее будет такой же рентгеновский снимок и будет даже в меньшей степени разрушение, деградация этого хрящевой ткани в суставе. Но она расскажет, что она не может спать по ночам, что боль ее мучает, что она не может одеть носки, она не может стричь ногти и все, что сопутствует к оксоартрозу. Конечно же, врач ей поставит третью степень. Ну, там вторая-третья, да. То есть я уйду с диагнозом первой-второй степени, а она уйдет с диагнозом вторая-третья степень. Это значительно, это существенно. То есть это заставляет уже пациента задуматься о перспективах. Поэтому вот постановка диагноза, она имеет такие нюансы. Это нужно понимать. Кроме этого, вы приходите, второй вариант развития событий, вы приходите с рентгеновским снимком, потому что вас что-то беспокоит около сустава. И вы принесли рентгеновский снимок. Но на самом деле вас беспокоит не коксоартроз, а вас беспокоит воспаленная, например, ну, возьмем, что часто бывает, что часто путают, подвздошно-берцовый тракт. То есть это такая полусухожильная мышца, кто-то ее называет даже такой фасцией. То есть это такая плоская фасция, которая идет прямо от таза через сустав тазобедренный, проходит через коленный сустав сбоку, снаружи, как лампасы. И цепляется от берцовой кости. И она воспалена, она может уже у вас где-то находится близко кости, или около колена, или около тазобедренного сустава, где-то там трется, где-то что-то, идут какие-то неполадки. Это вызывает болевые ощущения. Но сам сустав еще не тревожит вас, но вы не можете разобраться. Вы врачу рассказываете, что у вас боли, вот показывайте, вот здесь около сустава. Но это связано с синдромом вот этого подвздошно-берцового тракта. Врач не будет особо разбираться. Он вам поставит коксартроз. Умный врач разберется. Да, он вас положит на кушетку. Кушетку он возьмет в вашу ногу, там сделает ротацию. Ну а другой врач скажет, да, это коксартроз. Посмотрит на ваш возраст, на ваше состояние. Поговорит с вами, там пьете, выпиваете. А если вы скажете, что вы работаете в шахте последние там 20 лет, то все будет соединено в одно целое. И вам поставят коксартроз. И вполне возможно, что погранична уже вторая, третья степень. Вот так приблизительно ставятся диагнозы. Поэтому, чтобы уточнить свой диагноз и понимать, что у вас на самом деле, надо сходить к трем или к пяти врачам. Я ходил в свое время к трем-четырем врачам обязательно. И, то есть, это и простой рентгенолог, который делает снеги, и МРТшник, потому что они дают свое заключение. И потом с этими заключениями иду уже к хирургу, к ортопеду, проверяю все это. И они друг друга не знают. И тогда у меня получается цельная картина по диагнозу. Ну, понятно, что ценность диагноза для вас важна чисто психологически. Вы тогда спокойно понимаете, что у вас есть какой-то запас или его нет у этого запаса. И, исходя из этого, вы предпринимаете какие-то меры. Сразу хочу сказать для людей далеких от спорта, потому что у меня много в группе женщин-домохозяек, которые изначально сразу пишут, что я никогда спортом не занималась и вообще далека от этого. Я вам скажу, что да не важно вообще, какая степень. 150-200 раз повторяю. Не важно, какая вам степень поставлена. Если вы не будете тренироваться, если вы не будете тренировать свой мышечный корсет, вы усугубите свое состояние за более короткий срок временной. Потому что мышца деградирует быстро. Достаточно месяца-полтора для того, чтобы мышца просто перестала выполнять свою функцию. И все, ваш сустав становится абсолютно беззащитным. Сначала сидеть, потом лежать, потом вы уже не сможете вставать. Это факт, это неизбежность. Поэтому те, кто, как сейчас говорят на молодежном сленге, топят за спокойствие в суставе, это просто от большой глупости своей. Понимаете? Хотите слушайте, хотите не слушайте меня, но это факт. Поэтому тренироваться нужно при любой степени. Держаться до последнего, до операции нужно постоянно тренировать, в форме держать свою мышцу. И после операции вы будете быстрее восстанавливаться, и мышцы будут все это быстрее вспоминать. Всем здоровья, не болеем. Кто хочет со мной тренироваться, подписываемся. Пишем здесь в комментариях. Я дам ссылку, куда обратиться в контакты на мою страницу. Всем пока. И живем без боли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok